www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем нашу работу в прямом эфире И сегодня у нас интересный гость, это министр сообщения Алис Матис Спасибо большое, что нашли время к нам прийти Я так понимаю, весьма плотный у вас график работы Добрый день! Добрый день! Да, ну, сейчас чуть-чуть поговорим о приоритетах Хотя я знаю, что вчера произошло важное событие Как мы знаем, такая капсула была заложена в основании будущего завода Которого здесь строит российское предприятие «Уралвагонзавод» Об этом, может быть, чуть попозже Давайте, может быть, начнем с того, что волнует, я думаю, большинство наших радиослушателей Жители Латвии, это, конечно, дороги Я знаю, что в последние месяцы вы объезжали разные участки дорог Чтобы вообще оценить на месте, что происходит Какие нужны вложения Я так понимаю, что очень большие нужны средства И что вы вообще ожидаете Ну, в этом году уже, наверное, какие-то ремонты начались с наступлением лета И что будет в этом году и в следующем Да, дорога, конечно, очень важный вопрос Я могу сказать то, что на данный момент ремонт ям на главных дорогах закончился И участки, ну, не должны быть аварийные участки на главных дорогах Конечно, еще работа продолжается по региональным и местным дорогам Но здесь тоже основные работы закончены Но это, что касается заделывания ям Которые, конечно, в следующем году появятся опять Но то, что мы сделали В кабинете министров утверждена программа Которая предусматривает на ближайшие 7 лет Уже конкретные работы по реконструкции дорог Что приведет к тому, что к 2020 году Все главные дороги будут в хорошем или отличном состоянии Программа предусматривает около 6000 километров реконструированных дорог За 7 лет И инвестиции в объеме 1,6 миллиардов лад Это реально, в принципе, получить, да? Вот за эти 7 лет Да, мы видим, что есть разные источники финансирования Это не только госбюджет Это фонды европейские Это частное партнерство Это, возможно, другие виды финансирования Как займы и так далее Но эта программа предусматривает конкретные участки дороги Конкретные километры С конкретной стоимости В каком году Что будет реконструировано Чтобы привести главные дороги в хороший порядок Но региональные дороги сейчас 54% В плохом или неудовлетворяемой ситуации То к 2020 году Это сократится до 25% То есть, в принципе, региональные дороги тоже будут ремонтироваться Все сразу вспоминают Вот, по те жители ВЭЦП и Белгии Но, видимо, там у них совсем плохие дороги, да? Да, региональные И программу, конечно, предусматривает и местные дороги Что особенно важно для сельских жителей сельских районов Потому что местные дороги вообще инвестиции не видели очень долго Да, я хотел спросить по поводу планов В этом году, я так понимаю, что тоже будут активные ремонты происходить еще И европейские фонды можно будет использовать и в этом году, да? Конечно, продолжаются работы на тех участках Которые начаты были уже в прошлом году И новые объекты появляются И мы тоже в этом году увидим реконструкцию в новых участках В общей сложности в этом году предусмотрена реконструкция 600 километров дорог Ну, разными способами Не только капитальная реконструкция Но и верхний слой И, ну, такие реконструкции и работы различного вида Но, конечно, работы продолжаются И я тоже смотрел, что во многих объектах идет работа Уже на дорогах регулируется движение Конечно, тоже мешает автоводителям Но это необходимо, чтобы работу произвести Да, я хотел еще спросить Многие ходили такие слухи, что, возможно, европейские фонды не очень Вот, европейская комиссия не очень поддерживает Вот это использование европейских денег для региональных дорог Это правда? Или можно будет привлечь какие-то средства для региональных дорог тоже? Да, мы предусматриваем тоже привлечение средств европейских фондов И для региональных дорог Те главные вопросы, которые европейская комиссия выражает в сомнении Это в том, что мы сами должны содержать дороги И те же, которые построены по европейским фондам Содержать в хорошем состоянии Мы не должны полагаться только на те фонды, которые европейские фонды Нам тоже надо предусматривать необходимые средства из государственного бюджета Потому что не только Европа нам будет дороги строить Нам надо самим понимать, что дорога должна быть приоритетной Если мы смотрим по финансированию по этим ближайшим 7 лет То общий, как я уже говорил, 1,6 миллиарда флатов Из чего только 377 миллионов это европейские финансирования Там предусмотрен и большой объем государственного финансирования И это, конечно, поможет доказать европейской комиссии Что мы очень серьезно относимся к необходимости реконструкции дорог И финансирование этой работы тоже с государственного бюджета Да, я хотел еще раз спросить Завершая вот эти темы, как бы дорог Очень часто звучит, ну, из-за политиков такого предложения Что надо было восстановить дорожный фонд Который все время был, как мы знаем, в эти жирные годы Потом по понятной причине его ликвидировали Все в общую копилку Как вам кажется, это реально или политически вряд ли? Ну, вопрос это то, что означает дорожный фонд Мы смотрим на этот вопрос так, что мы знаем, сколько средств в каждом году необходимо вложить в дороги И это, в принципе, и есть дорожный фонд Потому что мы смотрим на надобности Какие необходимости мы имеем И тогда, конечно, ищем варианты, как это финансировать Если, например, в следующем году мы смотрим, что возможности государственного бюджета Очень ограничены То мы смотрим другие возможности финансирования Например, больше фондов Если мы смотрим, что в 2016-2017 году ситуация в газбюджете улучшается Тогда, конечно, больше финансирования из государственного бюджета Но главное то, что прогнозируемое финансирование И по надобности необходимо Это, в принципе, является дорожным фондом Смотря на те надобности, которые мы видим на наших дорогах У нас много звонков Одевайте на ушки Сейчас люди принимают звонки тоже Добрый день, слушаем вас Здравствуйте Добрый день Два вопроса Один касаемый нелегальных перевозчиков И второй касаемый конкретного участка Одной из дорог по Латвии Начну, наверное, с конкретного участка дороги Это речь идет о том, что от Рига Бауска И перед самой Кековой В прошлом году сделали дорогу До Кековой сделали все прекрасно С Кековским кольцом А вот перед самой Кековой Километр остался старой убитой от родительной дороги Почему вопрос? Есть второй вопрос Насчет нелегальных перевозчиков В Риге существует такая контора, как Экобус И на данный момент она начинает подрезать Ну, мы это называем То есть я сам профессиональный водитель Пассажир На пассажирских перевозках Мы это называем брить Подъезжает машина Перед отходом автобуса Там за 5-10 минут Приглашают водитель Выходит Приглашает пассажиров за меньшую цену Садит в салон Увозит Достаточно Ну, за день они делают, например, 16 рейсов А они по Риге делают рейсы или нет? Экобус Они нет, они выезжают из Риги Это на Юрмалу конкретно Есть такая контора Макси-такси Она едет в Олэн Бреет олэнские автобусы Есть такой бус Он сейчас начнет на Юрмалу курсировать То есть нет закона конкретного Запрещающего Пассажирские перевозки по заказу И они отсылаются на это То есть они как бы не конкретное время выезжают Они выезжают Вот им захотелось якобы Они поехали То есть они собрали якобы группу людей Но эта группа людей собирается конкретно с остановки Из людей, которые пришли на конкретный автобус Понимаете, в чем проблема? И это на самом деле Я так думаю, что это в законе проблема Спасибо большое Да, это уже давняя проблема Когда водитель говорит Да, мы по заказу едем А в результате, я так понимаю, что общественные перевозки Это датируется государству? Конечно, да Спасибо за очень четкие и конкретные вопросы Что касается нелегальных перевозчиков И возможных поправок в законе Это уже несколько раз мы подготовили необходимые поправки в законах Но они находятся в парламенте Продолжаются дискуссии Как ограничить Вот как раз те возможности Которые сейчас имеют перевозчики Которые, ну, можно сказать так Нелегально занимаются перевозкой пассажиров Конечно, тут много дискуссий По поводу, чтобы не получилось так Что будет невозможно Там, например, людей в театр Повезти из сельской местности Да, и это будет тоже считаться нелегальной перевозкой И так далее Тут очень четко говорить И определить, что именно касается нелегальных перевозок Потому что регулярность – это одно дело Но это не только тот параметр Который определяет то, что это нелегальные перевозки Конечно, контроль за этими вопросами Тоже мы поручили автотранспортной дирекции Вместе с другими контролирующими органами Смотреть очень четко Как эти перевозчики И работают И чтобы выявить Те несоответствия с законом Но я тоже понимаю, что необходимы точные поправки в законе Чтобы эта контроль была эффективной И мы будем продолжать над этими поправками работать Что касается Рига-Бауска Если я понял, это был участок перед Тяковой Там, как вы знаете, там завершается Южного моста Подъездные дороги строить Там, конечно, этот участок Тоже будет потом реконструирован Когда вот как раз вот эти работы закончатся И что касается Тяковы То мы рассматриваем объездную дорогу Тяковы Как один из перспективных проектов частного партнерства Где это станет очень важным транспортным узлом Потому что мы видим, что когда закончится Южный мост Очень большой поток будет не по объездной Риге Но как раз по Южному мосту И там будет необходимость Ну, чтобы облегчить движение в Тякове Будет необходимость думать, как сделать объездную дорогу Чтобы освободить Тякову от тяжелого грузового транспорта И там, конечно, проект есть Мы думаем, как это осуществить Раз уже заговорил о пассажирских перевозках Вот время от времени возникают какие-то проблемы с этими перевозчиками Которые говорят, что с ними вовремя не рассчитываются Вот какова тут ситуация? Тут проблема Мы считаем, что проблема в планировке этих перевозок Мы видим систему общественного транспорта В нашей стране единое Где соединены пассажирские поезда Где соединены межгородные автобусы Местные автобусы И другие городские автобусы Виды транспорта Соединены в одной системе Где расписание такого, что приезжает автобус Потом люди садятся на поезд И едут, например, в Ригу Или обратно Тут графики должны быть согласованы Чтобы у людей была возможность Эффективно пользоваться этой системой Не так, что пришел поезд И за 10 минут до того Ушел последний местный автобус И люди не могут попасть В те места, где есть необходимость Это одно дело Поэтому мы рассматриваем Что этот вопрос должен быть Ну, планироваться едино Конечно, эти необходимости Можно выявить в рамках регионов Но утверждается этот централизованно Чтобы эта система была единой Второй вопрос, конечно, это финансирование Но это мы видим, что Уже при кризисе Очень сильно было снижено финансирование И мы смотрим варианты И в этом году За прошлый год мы нашли решение Как компенсировать Для местных перевозчиков Эти средства Для международных Это уже было сделано в прошлом году Там за прошлый год Никакие долги не остались Для местных Это мы сейчас решаем И этот вопрос будет решен Но в будущем, конечно Если мы согласуем систему И сделаем одну общую систему транспорта Организации транспорта То, конечно, эти убытки И долги не должны быть Это будет координированная система Которая будет работать на благо жителей Прим, еще один звонок Добрый день, слушаем вас Здравствуйте Добрый день, слушаем вас Здравствуйте У меня два вопроса Первое по поводу маршруток Да, вот этот новый Рига Садик Получил договора А почему так медленно перенимаются маршруты И принимаются какие-то маршруты, знаете, маленькие Совсем там, где не так много машин Почему не перенять сразу там Кингарак, там 216 Где там куча маршруток И вот там реально 270 маршрут Где там такое ощущение Что люди, ну, маршрутчиков У них такая, знаете Свой мир Они когда хотят едут Как хотят Все остальное И второй вопрос, да По поводу Вот в Литве Нет дорожного налога, да Топливо стоит то же самое Ну, понимаете, да К чему я Хотел вопрос Ну, вот у нас топливо Почти одно из самых дорогих Да, если то же самое стоит У нас дорожный налог Там техосмотр постоянно у нас дорожает На самые плохие дороги Как так? У нас воруют Или у нас какие-то дурачки Распоряжаются этим Спасибо большое Что касается Первого вопроса Видимо, больше его нужно адресовать В Рижской думе Я так понимаю Ну, да Это вопрос Рига Садик С Мирической думе Но графики должны быть Согласованы 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 Это, конечно, если это Регулярные перевозчики Там график утверждается Они должны быть соблюдены Но конкретно Там, конечно, обращаться В Рижской думу Но что касается Дорожного налога И акцизного налога То, конечно Акцизные налоги Мы имеем Минимальные ставки Которые в Европейском Союзе Действуют И мы очень близко К этим минимальным Так что Меньше Налоги платить Нет, невозможно Но вопрос в том Что эти налоги Уходят прямо в государственный бюджет Из чего финансируются Другие программы Например, здравоохранение Учителя Любые другие программы Тоже сфинансируются Общего Общего государственного бюджета И дорожные фонды Или конкретные средства Которые Выделяются Для дороги Рассматриваются Отдельно От 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 Этого налога Так что Ну Если мы смотрим Там Количество налога Только одна часть Из этого Уходит на дороги Другие Другие Части Этого налога Уходят на другие программы И это конечно Не способствует Тому Что Что Дороги Улучшаются Конечно Без Финансирования Улучшения на дорогах Невозможно Но потому И мы Как я говорил Подготовили Эту программу Утверждили в правительстве И Конкретные Необходимости Финансирования В этой Программе Вложены И мы видим Что этот вопрос Необходимо Смотреть Рассмотреть Как От Акцизного налога Так И других Возможностей Чтобы Это финансирование Обеспечить Спасибо большое Министр Сообщений Анна Исматисна В студии Может быть Последний Короткий звонок Мы сейчас Примем До перерыва Добрый день Слушаем вас Алло Добрый день Вы знаете Транспортная система Меня волнует Наших Трех Прибалтийских Братских В кавычках Республик Да Эстонцы Имеют Свои интересы Хотят С помощью Рейл Балтик Через Латвию Проехаться Соединяя Свои порты С дальнейшими Коммуникациями Литовцы Я не помню В каком В районе Мажейкяя Или еще Где-то На границе 20 километров Дороги Никак не могут Отремонтировать Препятство Развитию Транзита Из Латвии Через Литву Вот скажи Рейл Балтик На который Вроде бы И дают Деньги Вроде бы Это сулит Каким-то Преимуществом Для отдельных Конкретно Для Латвии Сулит Это Значит Я понимаю Какой-то Выгода От этого Есть Но Не пострадают Наши экономические Интересы От того Что мы будем Слепо Как говорится Следовать Форватере Наших друзей В том числе Эстонцев Спасибо большое Ну Несмотря на то Что мы соседи Тем не менее Все мы конкуренты В экономическом пространстве Это факт Конечно И если мы смотрим На конкуренции То наши порты И наши транзитные коридоры Очень сильно Конкурируют Друг С другом Потому что Это конечно Каждый Смотрит На свои интересы Больше чем На интересы Региона Но что касается Рейлболты Конечно Этот первый проект Который был подготовлен Изначально Он не предусматривал Остановку В центре Риги Не предусматривал Остановку В международном Аэропорту Риги И конечно Если этот маршрут Идет только через Нашу территорию С остановкой Где-то Не знаю 30-40 километров От центра И не соединяет Наш аэропорт Конечно Это Географически Но Кто будет Пользоваться Такой Железной дорогой Которая Не имеет Главных Соединений И сейчас Мы Разрабатываем Новые проекты Даже Уточняем Существующий проект Чтобы обеспечить Как раз Те интересы Которые Мы имеем Рижский аэропорт Это очень важно Потому что Из этих Пяти миллионов Пассажиров Очень много Транзитных Пассажиров Которые Приезжают Или Или Самолетами Например Из Эстонии Литвы Или По дороге Приезжают Автобусом В Рижском аэропорту Посмотрите Сколько там Литовских машин Например Или автобусов В Рижском аэропорту Если будет Обеспечен Рейлболт И конечно Пассажир Очень удобно Может Пользоваться Железной дорогой И для Соединения С нашими Главными Транспортными Узлами Так что Мы очень Тщательно Смотрим Чтобы рейлболт Был выгоден Не только Для пассажиров Не только Для региона Но и для Латвии Для Риги Как столицы И по поводу Рижского порта Конечно Тоже Соединение Необходимо Чтобы возможно Было Подключить К общей Системе И рижский Порт И обеспечить Этот грузовоборот Через рижский Порт тоже О портах Мы может быть Еще поговорим И также О сотрудничестве Экономическом Как мы знаем Как я уже сказал Валвагонзавод В Елгове Собирается Открыть Производство Оставайтесь с нами Небольшая пауза Новости и рекламы Андрей Сматис У нас в студии Министр сообщений Мы продолжаем Разговор В прямом эфире Вот действительно Я сказал В самом начале Что вчера Такое знаменательное Событие произошло С участием президента И вас Это вот Заложили капсулу Ну фактически Фундамент Будущего предприятия Уралвагонзавода Я так понимаю Что для Елговой Да и для страны Тоже это в принципе Важное событие Все таки Довольно масштабные Инвестиции Конечно Необходимость Инвестиции Инвестиции В производстве И производстве Металлообработывающей Производстве У которых Большие традиции В Елгаве Это конечно Очень важный Важный вопрос Мы тоже знаем Что Мы должны Менять свои вагоны Мы должны Закупить Новые вагоны И чем мы Занимаемся Каждый год И если Есть возможность Закупить Вагоны Которые Произведены В Латвии Это очень Хорошая Возможность Потому что Мы даем Работу Местным Мы даем Возможность Людям Заработать И так далее Это очень Позитивно Конечно Что касается Инвестиций То да Это Инвестиции Тоже Около 20 миллионов Евро Инвестиций Которые Предусматриваются В этот В этот Завод И Объем Вагонов Которые Будут Произведены Около 2000 Вагонов В год Это тоже Немалый Объем Довольно большой Довольно Большой Объем И 200 Рабочих Мест С хорошей Заработной Платой Это тоже Очень важно Для Для города И для страны Я так понимаю Что Есть интерес Российских Инвесторов Они вкладывают Деньги И в портовую Инфраструктуру До строительства Терминалов Происходит Да конечно Инвесторы Заинтересованы Особенно Те инвесторы Которые Являются Добывателями Ресурсов И у них Есть интерес О постройке Своих Терминалов Что тоже Гарантирует Для нас То что Эти Эта Продукция Будет Идти Через Наши Порты Потому что Если Компания Которая Добывает Ресурсы И имеет Свой терминал Это уже Гарантирован Да Ну как-то Мы смотрим Это на более Гарантирован Чем Чем Этот Терминал Принадлежит Посреднику Так что Это тоже Очень важно И интерес Есть И мы Конечно Всех Инвесторов Приглашаем Инвестировать В инфраструктуру У нас Звонки По двум линиям Одевайте Пожалуйста Наушники Добрый день Слушаем вас Добрый день Здравствуйте Меня зовут Владимир Да Пожалуйста Знаете Когда Заступает На пост Новый министр Сообщение Я Вас Оцениваю Не по Отчетам Сколько миллионов Туда-сюда Перегнали Сколько Вагонов Туда-сюда Запустили А потому Как Изменяется Что-то Вокруг Центрального Вокзала И аэропорта Рижского Двух наших Главных Артерий Через которые У нас Люди Проходят Вы знаете Все Меняется В худшую Сторон Например Аэропорт Возьму Для примера Инвалидов Потому что Для меня Это актуально У меня Жена Инвалид Первой Группы И Передвигается На коляске Около Аэропорта Представьте Только Центральный Аэропорт В Балтике Как мы Собираемся Быть Или мы Есть Два Места Для инвалидов Два И если Там кто-то Поставил Машину То Всего Инвалиду Больше Некуда деваться Кроме Как на Первый Этаж На платную Стоянку Где есть Место Для инвалидов Но почему-то Привирая закон А по закону Там должно быть Все бесплатно С него берут Деньги И разводят Руками Типа Это К руководству Аэропорта То есть Я вот Вас спрашиваю Почему так Второе Это Центральный Вокзал К центральному Вокзалу Просто Человек С чемоданом Не может С этим Чемоданом Подъехать Потому что Между Вашим Министерством Сообщений Вокзалом Есть Единственная Какая-то Странная Мутная Частная Автостоянка Все время Закрытая И знак Что туда Можно Ехать Только С разрешения Вашего Министерства И там Всегда Пусто Но ни один Человек Даже инвалид Со своим Знаком Не имеет Права Туда Подъехать А если Он подъехал То он Со своей Каляткой Точно Никуда Не доберется Потому что Невозможно Съехать Бордюров У меня вопрос Вы как Министр Сообщения Думаете О людях Тоже Или только О том Сколько Вам нужно Будет Отчитаться Миллионов Туда Сюда О том Спасибо Большое По поводу Инвалидов И стоянки Видимо Это куководство Аэропорта И Желез дороги Но вы Передадите Я так понимаю Ну конечно Передадите И конечно Мы думаем О людях И О инвалидах Особенно Что касается Аэропорта Я могу сказать Что там Имеется Пост Полиции Который Очень четко Смотрит Не оставлены Ли там Машины Наверху Где Подъезжает К вылету И эти места Насколько Я видел Большинство Времени Пустые Так что Там Следят За тем Чтобы Была Возможность Инвалидам Попасть В аэропорт Что касается Центральной Железнодорожной Станции Это там Да Эти стоянки Которые У министерства И у Железной Дороги Это стоянки Для Предусмотрены Для работников Для работников Министерства И Железной Дороги Но Конечно Есть возможность Использовать Эту инфраструктуру И для Людей Которые Нуждаются В Специальных Специальных Нуж Нуж Ясно Раз Мы заговорили О Железной Дороги Я так Понимаю Что все таки Будут новые Электрички Электропоезда В обозримом Будущем Да Будет Решен Вопрос Да Только что Как раз Перед Этой Передачей Тоже Говорил С Встречался С руководителем Пассажир Вилтс Он обещал До Конца Следующей Недели Уже Все документы Которые Необходимы Для конкурса Предоставить Министерству Мы будем Согласовать Правительство И надеюсь В июле Месяце Будет Объявлен Конкурс На аренду Новых Поездов То есть В принципе Аренда Вот такой Оптимальный Оптимальный Вариант Аренда Да И Аренда Долгосрочная То есть Фактически Возможно С 2015 Года Появятся Эти новые Электрички С 2016 Видимо Главный Вопрос Здесь В том Что Те электрички Которые Уже Курсируют Их Срок Использования Или Необходимость Капитального Ремонта Некоторых Начинается Уже С 2014 Года С Сентября 2014 Года Октября Так что Они Я тоже Поручил Пассажир Вилтсен Чтобы Согласовать Эти графики Потому что Нет необходимости Ремонтировать Старые составы И потом Через Через год Вкладывать Большие Деньги Чтобы Через год Или два Больше Нет необходимости Так что Это должно Будет Согласовано Конечно Если все Конкурсы И все Процедуры Будет Идти Хорошо То К концу 2014 года Мы должны Увидеть Первые Поезда Еще один Звонок Мы сейчас Примем Добрый день Слушаем вас Добрый день Добрый день Я из Елгавы Нас очень радует Факт Что у нас Завод новый Открывается Уралзавод Да Я сам русский Я за равеншую Голосовала Мой сын Голосовал Прошли выбор Об этом можно Говорить Значит То что Как это Согласование Мы тут в Елгаве Оцениваем людей В основном По делам Да Зеленые крестьяне Ну вот Хотел еще добавить Что Мы ждем От Уралогонзавода Не только То что Рабочие места Будут Но будут заказы Потому что Фирма Большие Ну серьезные Фирмы В Елгаве Возванках Допустим Производственные базы Где расположены Предприятия Которые уже Довольно много И хорошо Работают С российским Производителем Вот допустим Мы работаем С российскими Железными дорогами Уже Долгое время И надеемся Что мы с этим заводом Найдем общие проекты В тысячи подрядчиков Спасибо большое Ну это в принципе То о чем мы говорили Что здесь Важны Не только Вот рабочие места Конечно Ну и смежные Все производства Чтобы как-то Были задействованы Ну конечно Там будет Необходимость И смежных Производств И конечно Если мы смотрим На то что Был Возможность Реализования Этих вагонов Продажи этих вагонов Конечно мы видим Большую потребность Вагонов И на те конкурсы Которые мы Объявляем Там Один Два Или три Только поставщика И 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 Вагонов Так что Такое Самый важный вопрос Но вот Относительно Подъезда В аэропорту Вы знаете Вот наверху Там Полиция Следит Освобождает И так далее Ну Вы же Бывали В Европе Вы Наверное Знаете Что в любом Аэропорту Куда вы Приезжаете Всегда Можно Заехать На парковку На 10 минут Бесплатно Спасибо большое Да Ну Видимо Будет у нас Уководство Аэропорта В обозримом Будущем Тоже зададим Вопрос Ну да Но что касается Парковки Там Есть возможность Выпустить Пассажиров Наверху Бесплатно Такая Возможность Существует И там По дорожным Знакам Это возможно Но конечно Стоять там Нельзя 10 минут И я Не знаю Других Аэропортов Где можно 10 минут Стоять И ждать Пока Придут Пассажиры Но Высадить Пассажиров И багаж Все это Возможно Сейчас И никто Этому Не препятствует Да Я тоже видел Что подъезжают Машины Высаживают Пассажира С багажом И уезжают Стоят там Конечно Тогда вообще Нельзя будет Поехать После Я так понимаю Еще один звонок Мы сейчас примем Последний наверное Добрый день Слушаем вас Так Сорвался Еще одна попытка Добрый день Слушаем вас Да Нет Так Что-то у нас со связью И когда звоните Уважаемые радиослушатели Приглушайте Звуки радиоприемников Потому что шум идет Еще осталось Совсем Немного времени Два вопроса Один Я знаю Что вы вернулись Буквально на днях Из Казахстана Где вместе с президентом Были С официальным визитом В этой стране Я так понимаю Что там были Целый ряд предложений По активизации транзита И грузоперевозок Да Да Именно Вопросы транзита Очень важны Мы Сейчас Очень серьезно Относимся К новым путям Транзита К новым возможностям Тех контейнерных Поездов Которые мы имеем Валтик, транзит И Зубр И как раз В Казахстане Тоже обсуждались Вопросы Как пользоваться Теми транзитными Путями Которые Уже существуют Как активизировать Их действия Мы знаем Что есть возможность Соединения с Китаем И вот эти Контейнерные перевозки Очень важны Также Казахстан Недавно Закончил С Туркменистаном Новую железную Дорожную линию Которая Соединяет Через Туркменистан Соединяет И Иран И тот регион Это тоже Очень важно Для Новых Транзитных Коридоров И для Новых возможностей Что мы Предоставляем Через наши порты И что немаловажно Казахстан и Россия Являются членами Таможенной унии Таможенный союз Где Если Например Товар из Казахстана Первый контроль Который имеет Это имеет Латвийско-российская Граница Так что Передвижение Товаров Очень удобное Легкое И занимает 10-12 дней До Казахстана По железной дороге Доставить Доставить груз Так что Потенциал большой Переговоры были Очень успешными И мы надеемся Что Объемы Перевозок Значительно Улучшатся Я так понимаю Что Понятно Что нашим портам Нужны и Венспилс И Лепа И Рига Конечно Нужны конкурировать Вот в этом регионе Но я так понимаю Довольно успешно Идет конкуренция Все таки Конкуренция Идет успешно Конечно Мы еще Рассматриваем Варианты Как улучшить Конкурентоспособность Наших портов Как вы знаете Всемирный банк Подготавливает Ну Такие предложения Оценку Как улучшить Конкурентоспособность Мы очень серьезно Над этим смотрим Тоже Какие еще возможности Есть Как мы можем Это действие Улучшить Конечно Что немаловажно Нам надо Не только Портовую инфраструктуру Обеспечить Но и Инфраструктуру Железнодорожную Инфраструктуру Дорожную Которая Ведет К нашим Портам Потому что Это тоже Очень важный вопрос Как эффективно И дешево Поставить Поставить Продукцию Нашим Портам Да Продолжают Люди звонить Но может быть Тогда Такой вопрос Я знаю Что у вас Такой уникальный Поезд Планируется Такой вот Посвященный Вот празднику Песни Может быть Несколько слов Об этом поезде Все еще Субботу Видимо Да 15 мая В Голбене Посвященный Празднику Песни Танца Будет Такой Экспресс Поезд Где будет Различные Виды Представлений Будет Где-то 600-700 Певцов Танцы И Ну Будет Возможность Популяризировать Как Праздник Песни Танца Так и То Сообщение Железнодорожное Пассажирское Сообщение И очень Приглашаю Тоже Всех Участвовать В этом В этом Обшем Празднике Спасибо Большое Ну что У нас Остается Еще Одна Минута Давайте Прием Быстренько Звонок Добрый день Слушаю вас Добрый день Александр У меня Такой Вопрос Что Не рассматривался В министерстве Вопрос Присоединения В профессии Водителя Общественного Транспорта Категории Профессии Повышенного Риска Да И второй Вопрос По поводу Сейчас 10 сентября Вступает в силу 95 код Министр должен знать Для водителя Категории Вопросы согласованы В регулах Директивов Евросоюза То есть Требования Брюсселя Это регулируется Во всех Странах Одинаково И Они Тоже Будут Внедрены В соответствии С европейскими Нормами Что касается Общественного Транспорта И Возможности Высшего Высокого Класса Опасности Такой вопрос Не рассматривался Но Конечно Мы рассмотрим Рассмотрим Этот вопрос Подумаем Что-то Подумаем Андрей Сматиц У нас был в студии Министр сообщений Вот так вот Незаметно Время Подошел к концу Большое спасибо Мультимедийный Информационный Портал